Нам потребуются пластмассовые прозрачные яйца, которые можно купить в магазинах Хобби и маленькие цыплята. Цыплят помещаем внутрь яичка. Самое главное не перепутайте где верх и где низ. Для вязания потребуется нитка желтого или золотистого цвета. Для большого цыпленка можно использовать более толстую ниточку, а для маленького более тоненькую. Для вязания я буду использовать крючок толщиной 1,25 мм и тонкую нитку. Сначала делаем скользящую петлю. И затем внутрь скользящей петли провязываем 10 столбиков без накида. Теперь стягиваем скользящую петлю, потянув за конец нитки. И соединяем первую и последние петельки с помощью соединительной петли. Теперь будем вязать первый ряд. Провязываем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Это петли подъема. И далее вяжем еще 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. И провязываем столбик с двумя накидами. Крючок вводим в следующую петельку основания. Далее вязание будет повторяться. Провязываем 3 воздушные петли. И столбик с двумя накидами в следующую петлю основания. И так продолжаем вязать дальше. 3 воздушные петли и столбик с двумя накидами в следующую петлю основания. Затем соединяем первую и последнюю петлю ряда с помощью соединительной петли. И вот ряд готов. Приступаем вязать следующий ряд. Провязываем 3 воздушные петли для подъема. Затем вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем 2 накида на крючок. И провязываем столбик с двумя накидами. Вдевая крючок в вершину столбика предыдущего ряда. Далее вязание будем повторять. Провязываем 4 воздушные петли. И столбик с двумя накидами в вершину столбика предыдущего ряда. Так довязываем до конца этого ряда. И в конце ряда соединяем первую и последние петли с помощью соединительной петли. И вот этот ряд готов. Начинаем вязать следующий ряд. Провязываем 3 петли для подъема. И затем вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Делаем 2 накида на крючок. И вдеваем его в вершину столбика предыдущего ряда. Вяжем столбик с двумя накидами. И далее вязание будем повторять. Провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с двумя накидами. Повторяем так до конца ряда. И соединяем первую и последнюю петельки с помощью соединительной петли. Приступаем вязать следующий ряд. Провязываем 3 воздушные петли для подъема. И затем вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Делаем 2 накида на крючок. И в вершину следующего столбика предыдущего ряда провязываем столбик с двумя накидами. И далее вязание повторяется. Вяжем 6 воздушных петель. И затем столбик с двумя накидами в вершину предыдущего столбика. Повторяем так до конца ряда. Я провязала до конца. И теперь соединяем первую и последнюю петельки с помощью соединительной петли. Следующий ряд будем провязывать точно так же, как и предыдущий. Вяжем 3 воздушные петли для подъема. Затем 6 воздушных петель. И столбик с двумя накидами в вершину столбика предыдущего ряда. И далее повторяем 6 воздушных петель. И столбик с двумя накидами в вершину столбика предыдущего ряда. Вяжем так до конца этого ряда. Получился уже вот такой мешочек. И соединяем первую и последнюю петельки ряда с помощью соединительной петли. И приступаем вязать следующий ряд. Вяжем 3 петли для подъема. И затем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем 2 накида на крючок. И в вершину следующего столбика вяжем столбик с двумя накидами. Далее повторяем. Вяжем 4 воздушные петли. И затем столбик с двумя накидами в вершину столбика предыдущего ряда. И так повторяем до конца ряда. И вот я провязала до конца. Теперь выворачиваем сеточку наизнанку. И в сеточку помещаем наше яичко с цыпленком. Теперь соединяем первую и последнюю петельки ряда с помощью соединительной петли. И вот наше яичко оказывается уже в сеточке. Теперь вяжем 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3, затем провязываем еще 2 воздушные петли. 1, 2, делаем 2 накида на крючок. И в вершину столбика предыдущего ряда провязываем столбик с двумя накидами. Далее вязание будет повторяться. Провязываем 2 воздушные петли и столбик с двумя накидами в вершину столбика предыдущего ряда. И так довязываем ряд до конца. 2 воздушные петли и столбик с двумя накидами. Довязав ряд до конца, соединяем первую и последнюю петельки с помощью соединительной петли. И теперь вяжем последний ряд. Провязываем 3 воздушные петли для подъема. Затем вяжем 1 воздушную петлю и столбик с двумя накидами в вершину столбика предыдущего ряда. Далее будем повторять. 1 воздушная петля и столбик с двумя накидами в вершину столбика предыдущего ряда. И так довязываем ряд до конца. 1 воздушная петля и столбик с двумя накидами. Я довязала до конца и теперь осталось соединить первую и последнюю петли ряда с помощью соединительной петли. Теперь ниточку можно спрятать. И вот такой попугайчик в клетке у меня получился. А если взять тонкую золотую нитку, то работа будет выглядеть еще изящней. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...